Великой Отечественной Город и днем и ночью бомбила вражеская авиация. По 18 налетов в сутки. Три четверти городских строений было разрушено. Но Мурманск выстоял. Враг не смог сокрушить северный рубеж. Это уже девятый город, восьмой. Первая была Брестская крепость Герой. Восемь городов Героя мы изучили вдоль и поперек. Это так было интересно и приятно. Все наши школьники, все наши воспитанники детских садов изучали каждого Героя. В 41-м красноармейцы остановили под Мурманском немецкую армию. А Северный флот стал единственным в Советском Союзе, который не потерял корабли в первые дни войны. Салют Победе уже 9 лет проходит в Одинцовском округе. За это время акция вышла и за его пределы, охватив Рузу и Власиху. Девятый этап эстафеты подошел к завершению. Много городов Героев еще впереди. А традиции вот эти останутся навсегда. Завершили этап там, где он и начался. У памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Почтили память Героев и возложили цветы. Молодое поколение начинает уже потихонечку забывать наших ветеранов. И вот такие самые движения, они все-таки помогают людям не забывать то, что у нас и прадеды, и прабабушки воевали. Символы, копию Знамени Победы, медаль за оборону Советского Заполярья и офицерскую фуражку военно-морского флота передали на хранение в Одинцовский историко-краеведческий музей. Они сначала в музей в месяц, затем по школам в месяц, а потом вернутся сюда на базу. Впереди юбилейный десятый этап. Его посвятят защитникам Москвы и их подвигам. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.